Ребят, вы не поверитесь, куда мы сегодня направляемся. На конюшню, помните? Я вам обещала, что я покатаюсь, но тогда я просто пошла на ферму, поснимала для вас влог, но не покаталась. А сегодня мне просто досталась такая крутая возможность покататься на лошадях, ты что, пойдем? Это я уже пришла, собственно, на само место, в конюшню, и я уже вижу лошадку, которую мне скоро приведут. Там их, на самом деле, было очень много, но мне приведут поспокойнее, поскольку я первый раз вообще на конюшне, именно на этой. И поэтому тренер сказал, что мы посмотрим на меня, как я сижу в седле, как вообще координацию держу, и что у меня вообще получается, что не очень, подправим, если что. Поэтому сегодня нас ждут не поля, а не менее увлекательное занятие на доверие, равновесие, в общем, сейчас сами все увидите. Я жду, лошадь скоро выведут, Борь его зовут, так что покатаемся, смотри. Безусловно, моей эмоции было не передать, я достаточно давно не ездила на лошади, и когда Борьку вывели, он такой хороший, покладистый, добрый. Сейчас вам немножечко расскажут, кто это лошадь, и что, и откуда он, так что слушайте, это действительно интересно. Ну, между прочим, представитель нашей российской породы, это вятская лошадь. Раньше на них возили почтовые вот эти тройки. То есть это прямо мега адекватная, неприхотливая лошадь. Просто красава он. У него дед, чемпион всех советских выставок. Да. Что мы тут не хухрым, хухрым, да, Борь? Приехал из Воронежа мальчик. В этот раз я решила продемонстрировать, как садиться в седло лошади с пенька или с лесенки, у кого что есть, потому что не все могут, да, сразу хоп, запрыгнуть в седло. Тем более, как сказал этот тренер, что нагрузка на лошади идет неравномерно, если садиться с земли, и лошади не очень хорошо, поэтому, если есть такая возможность, лучше садиться с чего-то. А это, собственно, мы уже начали работать на доверие, на равновесие, чтобы правильно держаться в седле и не упасть, да, не съехать влево-вправо, есть комплекс и база упражнений. К тому же, повторюсь, это упражнение на доверие, чтобы не бояться ездить на лошади без какой-то опоры и даже без седла, если это нужно. Потому что именно эти уроки были заточены на то, чтобы лошадь держать, может быть, за грибу максимум или за седло, я повод в руки не брала, что было очень мне непривычно, потому что я всегда управляю лошадью, ну, как рулем, да, и держу за повод. И вообще, почему мне сразу не дали его? Потому что как только ты берешь повод, лошадь начинает автоматически тебя слушаться, она признает в тебе управляющего, хозяина, можно сказать. А пока меня водили на корде, лошадь слушала тренера, и я была в безопасности, можно так сказать. Ну, и еще, конечно, я просто разминалась и привыкала, поэтому, да, это было непривычно, но классно. Здесь мы уже рысим, едем быстрым таким алюром. Опять же-таки, постоянно нужно вставать, седля, садиться, вставать, садиться. И чем проще ты сидишь расслабленной, ты чувствуешь лошадь, она чувствует тебя, и комфортнее работать, комфортнее получать удовольствие, когда ты не напрягаешься, смотришь вперед, да, не вниз. А вот так еще мы можем хоп-хоп-хоп-хоп-хоп быстренько. Вот, на самом деле, все 45 минут или час, сколько я вот каталась, да, была координация, и за повод я так и не взялась. Поэтому, еще раз повторю, мне было очень мега непривычно, и равновесие у меня немножечко страдало. Но, видите, я и без рук могу, и хвостик поправить. Вот, так что в этом плане у меня все нормально. Особенно после 15 минут сидения в седле ты уже осваиваешься, и хорошо все. А тут Боречку я уже кормлю, потому что прошел час, мы отзанимались, и он молодец, вспотел даже, бедняжка. Вот, поэтому я кормлю его морковкой, принесла вообще ему хлеб, но хлеб нельзя, потому что там большое повышенное содержание дрожжей, что не очень хорошо сказывается на лошадином желудке. Вот, и вообще это видео не несет никакой смысловой нагрузки, просто посмотрите вот такой грации, восхищение, красота этих глаз. И лошади большие, добрые животные, главное, они дают все свои эмоции вам, всю теплоту, доброту, и вот эту любовь какую-то, да не какую-то, а самую сильную любовь. Поэтому, находясь с ними рядом, ты просто чувствуешь абсолютное счастье. Ты живешь здесь и сейчас, не думаешь ни о каких-то проблемах, ни о каких-то делах, которые будут потом. Ты просто здесь и сейчас, ты кайфуешь от того, что ты находишься, и можешь прикоснуться, обнять это такое большое существо. Поэтому я надеюсь, что вам очень понравилось. Ну поставь ты лайк Боре, видишь, как он старается. Ну что, вот и закончились мои такие первые занятия. Я не поездила в поле, потому что девушка как бы права, да, сначала лошадь нужно почувствовать, чтобы она почувствовала всадника, а уже потом какие-то дальнейшие прогулки. Так что у меня сегодня было вводное такое тренировочное занятие. Напишите в комментариях, как вам вообще понравилось, как я сижу в седле и глажу ее. Она такая была классная, очуменная, просто лошадь по-другому не скажешь. Звали Боря, повторю его, мальчик, хотя у меня, в принципе, с девчонками получше контакт, да, с кобылками. Но вот мне достался жеребец, и он был очень покладистый, знал команды, шаг, рысь. И, в общем, мне очень повезло, что такой умный конь очень понравилось, комфортно, уютно, прям с любовью, что можно сказать. Ребят, обязательно напишите в комментариях, если вам понравился такой влог, и я, может быть, еще пойду позанимаюсь, покатаюсь, засниму, если вам такие видео нравятся. Потому что контакт с животным, это очень важно, это ипотерапия, если хотите, да, я могу вам попозже в отдельном видео рассказать, что это вообще такое, чем эту ипотерапию едят, потому что я немножечко знаю, шарю в этом, можно сказать. Так что пишите в комментариях, если такая тема вам нравится, я с удовольствием буду снимать такие влоги. И если тебе понравилось это видео, не забывай поставить лайк, подписаться на мой канал, иначе как ты увидишь, как я катаюсь и вообще хожу с лошадьми, и много-много разного у меня на канале интересного есть для тебя, так что не забудь подписаться, ставить лайк, ловить, и момент была с вами Мария Лэнд.